МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Городская среда. С вами Тимур Туманов. Сегодня у меня в гостях Венера Зайдулина, директор Альметьевского краеведческого музея. Венера Кимудиновна, мое почтение. Исиан Месе, здравствуйте. У меня первый вопрос. Не так давно мы с вами присутствовали на вручении вам же документов Героя Советского Союза. Всегда хотел спросить, зачем эти документы музеям? Ну, во-первых, вы меня представили как директора музея. Первая задача музея – собрать и сохранить. Поэтому куда-куда эти документы? Первично, естественно, в музей. Что делается в дальнейшем? Я понимаю, что с этим документом, и вы понимаете, что дальше идет работа. Экскурсии проходят, лекции, какие-то тематические встречи, вечера, где мы применяем этот документ. Но очень важно то, что именно в музее этот документ сохранится и передастся будущему поколению. То есть у нас в Государственном музее ведется учет этих документов. Они уже не пропадут, они уже не исчезнут. Очень замечательная сейчас есть программа госкаталог, где мы этот документ фиксируем, снимаем на специальный аппарат, чтобы было качественно, и фотофиксация производится, так сказать, и передается еще в госкаталог. То есть любой житель планеты может с этим документом ознакомиться. То есть передали документ, это не значит, что мы уже его за крома положили, и все. С ним ведется работа очень большая, очень нужная. Это можно будет через интернет, госкаталог посмотреть. Также мы передаем документ этот в Госархив Республики Татарстан, в наш архив. То есть движение пошло этого документа благодаря, наверное, и именно музейным работникам. Ну и эта встреча отсылает нас, пусть и к недавнему, но все-таки прошедшему событию реконструкции, собственно говоря, в которой участвовал герой Советского Союза, чьи были документы. И я видел, что вы с сыном снимали все, ну как будто это был фильм. С чего вдруг? С чего вдруг? Ну, во-первых, скажу, что моя семья вся задействована в работе музея. Дети мои давно знакомы с моей работой, неоднократно участвовали в наших мероприятиях. То есть они понимают значимость вот этого сохранения всего. А теперь, значит, мой сын увлекся, хорошее такое, скажем, такое направление взял, решил стать оператором. Я не знаю, как это все назвать. Он в начале пути, и у него, в общем-то, неплохо получается. Он несколько видеосюжетов и о городе снял. И когда он узнал, что вот это мероприятие, ну, естественно, через меня, через афиши, и как-то сразу, я его не уговаривал даже ни с чего. Он говорит, мам, а я бы заснял это все. И мы связались с высотой 116. Они дали добро. И он даже оделся, если вы заметили, он был одет в атрибутику военных лет. Хотя он там не участвовал, но это меня тоже очень тронуло. И друзья его, кстати, очень ему в хорошем смысле порадовали за него, позавидовали. И вот он снял такой сюжет. Он знаком был с героем Советского Союза через экспозицию музея. Но смотрю, он тоже еще поднял архивы, обратился еще к нам, еще раз, мама, мне нужно вот это какое-то, мы что-то дополнили. И это все происходило на моих глазах. И, ну, сын мой молодой, вот через него я вижу наше молодое поколение, что вот такие ребята есть, которые действительно, вот Айдар, который сыграл, скажем так, роль героя, с каким он, вы с ним встречались же, да, как он через себя это все пропустил. Это очень отрадно для, особенно для моего поколения, так скажем. И вот получился такой сюжет, неплохой, кстати. Очень много отзывов, и мне звонили, благодарили за такого, что я сына воспитала. Один момент просто, чтобы наш герой Советского Союза не был безымянным, и речь идет про Мудыка Ахмадулина, героя Советского Союза. Будапештской операции. Да, да, да. Вот теперь контекст мы прояснили. Гордости наша, альметьевская гордость. Одного из героев, так скажем. Великая Отечественная война – это лишь небольшой момент в истории нашего края. И мы начинаем, если идти прямо по вашей экспозиции, то все начинается еще со времен мамонтов. Спасибо, Тимур. Вы экспозицию нашу знаете хорошо. Мне это приятно слушать. Да, действительно, она занимает очень значимое место в нашем музее. Очень любима сотрудниками музея. И мы хотим эту любовь, уважение. И вот этот подвиг, эту всю боль, которую перенесли жители нашего города, вообще жители страны. Они ведь были молодыми. Вот я все время в экскурсии девочкам говорю, вы говорите, сколько им было лет. Это же было молодое поколение. Ушли мальчишки, которые, в общем-то, даже не познали любовь. И вот они, как у них вот это все, любовь к родине, их двигало к тому, чтобы защитить родину. Было очень тяжело, очень. Мы вот сейчас с архивом последние годы работаем, такие документы открываем. Мы без слез смотреть, читать их не можем. Да, это действительно. У нас, слава богу, так скажем, не было здесь военных действий. Но мы помним. И помним тех, кто ушел на фронт, кто совершал вот эти подвиги. И вот эта реконструкция, это было замечательно, великолепно. Сейчас еще я слышу отзывы. У нас есть группа директоров музеевских, я связываюсь. У нас есть группа директора музеев Республики Татарстан. И я вот им обозначила, что у нас было такое мероприятие. И многие даже говорят, дайте нам контактные телефоны, кто это организовал. Мы тоже хотим у себя. У нас тоже есть герои, которые заслужили, чтобы их подвиг был освещен, показан. Ну, по-моему, реконструкция замечательная идея. Ну, честно, я даже удивился, что у нас в городе так такое провели. Ребята молодцы, молодцы, конечно. Ну, все-таки про историю края. Когда еще по нашей земле ходили мамонты. Совсем рядом, совсем рядом с ископаемыми у вас буквально в закуточке есть такой очень интересный отдел с позицией. Это и Сугановский клад. Да. Я когда... Ну, клад, клад, клад. Ну, что это из всяких вот романов обычно? Это обязательно один сокровище, сундуки набитые золотом. Ну, у многих, не только у вас. Да, да, да. Что это, на самом деле, предметы быта, ложки, поварешки. Вот для вас, что бы было сейчас кладом в данный момент? Ну, наверное, какие-то очень материальные ценности. Материальные не в плане вещественные, а в плане денежные, финансовые. Ну, в то время были очень интересные времена, если так можно сказать, на территории нашего района, проходили всякие, скажем, акции, всякие события, которые лишали, извиняюсь, даже лишних подштанников иной раз. За это был... Есть у нас документ, подтверждающий, что человека осудили за то, что у него были подштанники. И, видимо, так мы думаем, клад найден на территории Старого Альметьевска при работах в огороде, скажем так, и котелок. И в котелке лежали металлические ножницы, предметы, вот эти все. Вот в тот момент это было самое ценное. Понятно, что у людей не было золота, не было денег, не было драгоценностей. И в тот момент... Зачем он это спрятал? Ну, вот мы так, как бы вот, если провести эту линию, видимо, была нужда в том, что это запрятать. Странный, конечно, мы тоже пытаемся это все понять. У нас разные версии есть. Вот если экскурсоводов вы послушаете, они каждая свою версию, конечно, рассказывают. Обязательно надо прийти в музей, послушать экскурсию, их видение вот это. Но да, мы с таким все время... У всех такое... Мы когда начинаем, слово клад, загораются глаза, но подойдя к витрине и увидев эти металлические бытовые предметы какие-то, у них уже немножко так начинается не то. Они ожидали, конечно, там кусок золота увидеть. Все, наверное, все-все. Ну да, это у многих такое. Тем более интриги добавляло, наверное, то, что этот отдел еще... Видимо, предметы часто давались на реставрацию, он был закрыт. Кстати, наверное, это был неплохой ход. Есть у нас свои фишки, всего раскрывать не буду, но стараемся, да, как-то. Ну и раз уж вы имеете дело с таким... Я не знаю, как даже сказать, это исторической линии нашего района. Какая ваша самая любимая эпоха? Ну, если она есть, конечно. Да, но вы, если бы кому-то задали вопрос, и мы задаем, когда, и когда вот проходит экскурсию, обращаем внимание на то, что люди захватывают тот период, когда они были молоды. То есть люди, рожденные в 30-х годах, они у нас застревают в 50-х, 60-х годах. Вот эти ведь вещи, они с таким любовью это смотрят, начинают вспоминать, что у них были такие стулья, такая игрушка, такая пластинка. Но так как я человек, рожденный в СССР, конечно, мне эпоха СССР, 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 ближе ко мне, роднее. У нас есть тоже экспозиция, посвященная этому периоду, этой эпохе. Была моя молодость, мы все жили, очень дружно жили, очень интересно жили. У меня есть что вспомнить. Были такие события крупные, которые вошли в историю нашей страны, их сейчас освещают, и я очень горда тем, что я присутствовала в это время, была, жила даже этой жизнью, я была пионеркой, комсомолом была, я все помню, как это, в таком, даже на обстановке нам это вручалось, кто был при этом. Вот в то время очень много было участников Великой Отечественной войны, они были все с орденами, с медалями, их сидело очень много людей, а сейчас вот, к сожалению, все меньше и меньше становится, торжественность теряется. Моя эпоха СССР. Ну, от себя вот могу добавить, что, наверное, моя любимая эпоха, я не скажу прям точно года, когда начали, наверное, появляться радиоприемники, вот эти старые, так как такого. То есть уже оттуда вы знали, где вы будете работать. Да, да, наверное, винтажного такого дизайна, печатные машинки. Ну, в общем, когда начали появляться первые интересные вещи. Да, ну, вы вот с этим связали. У нас тоже так же связывалось с этим. Вот у нас есть камера, снимали, и вот кто когда-то этим увлекался, как вы, они, конечно, возле этой камеры крутятся и задают нам вопросы всяческие, их много бывает. Мы стараемся на них ответить. И мы удаляемся на короткую рекламную паузу. Мы продолжаем. И какой все-таки персонаж из вот этих всех временных эпох вам запомнился больше всего? Ой, запомнился очень много, очень много встреч. Большому сожалению, даже этих людей уже нет. Вот Заке Атуишева сейчас, я прямо вот, у меня вспомнилась. Такие были теплые отношения. Я очень горда тем, что я с ней лично была знакома. Могу уже рассказывать, что я лично была знакома. Адип Маликов тоже. Много таких. Но вот вы все время спрашиваете ваш любимый экспонат, ваш любимый. Все любимые, все для меня значимы. Потому что каждый человек, который приходил в музей, он очень интересен. Но его надо раскрутить. Это люди очень скромные бывают, они не считают заслуга. Вот Адип Маликов был очень скромен, очень скромен. Он никогда не рассказывал, как он воевал. Он в основном стихи старался прочесть, про Сариду Сальману рассказывал что-то, о своем окружении, о писательской организации. Вот о тех событиях он не рассказывал. И мы с него, можно сказать, вытягивали. И вот благодаря, может быть, нашим каким-то действиям, узнали, что он был участником вот японской войны. Ну вот последняя встреча, может быть, давайте вот так, я немножко ваш вопрос, да. Последняя встреча, вот связь какая? Сара Садыкова и музей Альметьевска. Я был там. Вот. А какая связь? К сожалению, нашей гордости Сары Садыкова уже нету среди нас. А дочь ее, Альфия Газизовна Айдарская, делает столько много, чтобы увековечить имя своей матери и не только своей матери. Она выпустила две замечательные книги. Вот последняя, как раз, на пути вечности, буквально недавно мы получили. Год 2021 год, юбилейный для Сары Садыковой. Ей исполнилось бы 115 лет. И вот мы так сдружились с Альфией Газизовной, мы перезваниваемся. Она такие вещи рассказывает, интересные. Вот мы часами с ней можем разговаривать. Она очень занятой человек, такой общественный деятель и все время занята-занята. Но, тем не менее, очень много я узнаю. Она себе тоже очень скупо рассказывает. Ну, как-то вот мы вытягиваем, я вытягиваю с нее или сотрудницы. Много очень интересного. Хочу сказать, что она стала, у нас прошли дни дарения, она стала победителем благотворительной акции. Да, победитель, эксклюзив. Подарив нам, вот мы такие свидетельства выдаем. У нас несколько номинаций, но про дни дарения. Самый необычный и уникальный предмет. Да, вот она сдала, она с дарственной надписью, сдала книжку. На пути вечности она есть у нас в фонде. Она также передала ее в библиотеку, в колледж и в театр. То есть, если хотите познакомиться, мы рады вас. Она есть на татарском и русском языках. О, отлично. Да, человек очень уникальный, очень интересный. Она живет в Казани. И Тимур, я хочу сказать, мы вот музейщики, сейчас мало кто задумывается. Она 1925 года рождения, 96 лет ей. Память уникальная. Такой человек интересный. В общем, вот отраты, что мы с ней. У нас вообще, по-моему, район богат на долгожителей. Ну да, можно так сказать. И, кстати, раз уж мы перешли к столу, расскажите, пожалуйста, что вы нам сегодня принесли. Вы все время спрашиваете о каком-то уникальном экспонате, что-то интересное. В преддверии того, что март, весна, вот даже вы видите, что я здесь как истинная татарская женщина. Хочу сказать, что прежде чем татарскую женщину увидеть, ее было слышно. То есть всевозможные украшения, головные, на грудные, шейные, на кисти. Было вот такое. Вот я сегодня принесла совсем немного предметов, но чтобы вы как-то заманить вас в музей, потому что в музее она больно... Ну меня даже просить не надо. А давайте посмотрим. Самая уникальная вещь, это вот чулпы. Что хочу сказать. У татар в основном было из серебра готовить, изделия делали. Это сейчас вот золото, золотое шитье. Это было, конечно. Но украшения делались из серебра. Почему? Потому что золото считалось дьявольским металлом. Где-то это и правда. Вот сейчас убеждаешься. То, что вы сказали про клад. Люди начинают... Сходить с ума. Сама сходить с ума. Да, да. Будем это. Вот чулпы. Тоже такая история. В свое время, в 1990-х годах, нам сдал житель чулпы. Ну, он несколько предметов, в том числе и чулпы. И когда вот буквально недавно он посетил наш музей, и он увидел эти чулпы в витринах, и он нас стал благодарить. Благодарить за что? То, что предмет его бабушки доступен для всего народа. Не то, что мы музейщики вот сокрылись за крома, потому что обвинения есть. И он так был благодарен. И он сейчас является таким нашим активным. Вот тоже в Дне Дарения опять он еще раз экспонат принес. То, что он увидел, что этот предмет в экспозиции, то, что о нем мы рассказываем. Вот память о бабушке. Вот переход из прошлого в будущее. Мы вот этим и занимаемся. А еще? Еще хочу сказать, что вот было очень, если вы увидите у татарских, бирюза. Тоже интересная. Бирюза – это камень, связанный с умершими людьми. И кто носит бирюзу, счастливый человек, это защита, амулет такой, скажем, значение бирюзы. Потому что в основном, если видят и говорят, а почему бирюзу используют? Ну вот я решила вам об этом немножко рассказать. Еще хочу сказать, что вот вы сейчас мне скажете, я вам сейчас расскажу, а вы мне скажете, да, это браслет на руку тоже передала бабушка. Нет, это, ну вот, представляете, какие, да. Кстати, вот у нас одежду тоже приносят, они маленького размера все. И мы можем по нашим костюмам, по этому определить, какие были люди ростом, какие, да, вот такая была ручка. Нет, это женское украшение носила женщина, женская рука. Что я хотела сказать еще? Вот вы мне сейчас скажете, я сейчас говорю о настоящем или о прошлом. Потому как женщина украшала себя, можно было определить достаток. Как была женщина, была одета, да. Это еще было сказано в прошлом веке, Тимур. Оценивали мужчину. Так что, видите, вот из прошлого мы пришли в настоящее. Вот такие замечательные у нас есть предметы, экспонаты. Очень красиво. Особенно даже, я даже сказал, что шкатулка сама. Ну, мы стараемся, да. Правильно вы говорите. Само является произведением искусства. Ну, и не могу не сказать, что о прошлом мы поговорили, а вот о будущем. В последнее время очень много слышу разговоров о том, что Татарстан и в частности Альметьевск, в него хотят привлечь туристов. Причем, чем больше и чем, как говорится, дальше, тем лучше. То есть, речь не только о внутреннем туризме России, но еще и о заграничном туризме. Ну, как это вообще правильно сказать? В общем, о туристах и заграницах. Об иностранцах. Вообще, как вы оцениваете, у нас вообще есть такой потенциал у нашего района? Он есть. У нас город своеобразный. Сейчас создается очень благоприятная инфраструктура в том смысле, что есть где поесть, где провести, так сказать, ночь, если кто-то запланировал остаться. Вот. Проблемы в чем? Нету гидов, нету экскурсоводов, их недостаточно. Вот, если проходит несколько групп, приезжает, туристические фирмы обращаются также к нам тоже, чтобы мы еще дополнительно своих сотрудников. Но у нас и у самих наплыв в музей отрадно, что наряду с тем, что путешествия по Татарстану и по городу, люди, вот путешественники обязательно заходят в музей, обязательно. Очень много туристов, это вы правильно заметили, и зарубежных. Очень много появилось у нас людей из ближних городов. Сейчас же у всех есть автомобиль, то есть утречком они сели, мы вот просто даже опрос проводим, откуда вы, как вы, почему вы. Вот эта вот изоляция привела к тому, что люди соскучились сидеть, уже у себя в округе они все обследовали, так скажем, и они начали выезжать в другие города. Казань, Линогорск, Бугульма, Ижев, Стольятти, я уж вот Уфа, могу расширить эти границы, Санкт-Петербург, Москва, к нам приезжают, с большим интересом смотрят, изучают наш музей. Мы знакомим, конечно, самые фишки им рассказываем, они обязательно говорят, что мы порекомендуем, чтобы приехали в ваш город. Очень отрадно, что еще гости города очень положительно отзываются о нашем городе, нам это вообще приятно очень, потому что действительно город расцветает с каждым днем, даже мы иногда не успеваем прочитать ту или иную новость, что где-то там открылось, что-то построилось, все, поэтому это очень отрадно. Но у меня просьба к жителям еще, к сожалению, вот этот вандализм, такое слово, как это, что это сделать, может быть, через вашу, вот сейчас, через нашу такой этот, к жителям обратиться, берегите свой город, берегите и для себя, и для гостей, и для будущего поколения, вот есть, к сожалению, вот такая, ну, печальная такая, скажем, бывает, особенно захватывает, потому что мы тесно связаны с тем, что вот памятники, вводим группы, подводим, и очень неприятно, когда разбитый фонарь, который красиво сделан, изящно все, или надписи вот эти все, откуда они появляются, это, конечно, очень-очень неприятно, это не любовь к городу жителей, поэтому большая просьба, любите свой город, берегите его. Кстати, о гидах, до сих пор ли так, или нет, но один из ваших сотрудников, Тензеля, если я не ошибаюсь, сотрудничает с проектом «Сказки о золотых яблоках», как его. Ну, вот смотрите, набирали группу из ИС, и когда мы узнали, она подошла, говорит, вы меня отпустите на эти занятия, естественно, естественно, и она с таким большим удовольствием ходила на эти занятия, и приходила нам раскал, мы все прямо этот, загорелись этим всем, там команда собралась такая. Вот, кстати, понятно, что мы сотрудники, часто общаемся, иногда мы замыливаем свои, что ли, какие-то, и вот когда вливается новая кровь, вот как раз учеба Тензили в данной группе, в этой команде, очень много она нам принесла тоже и в музей, мы с большим удовольствием принимаем все это, включаем в работу, вот такое движение, да, но она прошла курсы, она экскурсии такие, которые вот проводят те сотрудники, она не проводит, потому что она сотрудник музея, она проводит как сотрудник музея, вот, очень отратно, да, иногда по ошибке звонят нам, говорят, запишите нас на велосипедную вот эту вот экскурсию, это здорово, Как забавно получилось. Ага, поэтому, ну да, вот музей, мы со многими очень связаны, и очень многие звонят, я иногда выслушиваю, да, да, потом говорю, ой, нет, вы не туда, вот вам надо или в картинную галерею позвонить, если вот недавно позвонили художника, искали одного, или вот такие вот экскурсии, да, очень это здорово, мы стараемся, и сотрудники стараются повышать свою квалификацию, квалификацию, не только в музейном направлении, но расширяет, казалось бы, гид, в общем-то, у нас в музее нету ставки гида, у нас есть экскурсовод, который вот, ну, гид, он немножко шире, так вот, туризм, конечно, нужно, это чувствуется, даже если мы в городе ничего не будем делать, поток уже пошел, уже пошла в хорошем смысле мода, посетить не только Турцию, и Эмираты, и какие-то, да, родные края, и что отратно многие, даже и наши жители узнают, что оказывается у нас есть какой-то, даже октажский провал, немногие о нем знают, не знали, да, слышали что-то там, но посетив его, они в таком восторге, что действительно уникальное место, очень интересное, уникальное место, которое надо посетить, не только приезжим, но и нашим, жителям, так скажем. Отлично. И я думаю, на этом моменте мы можем закончить. Нера Кимудину, спасибо большое, что уделили нам время. Вам огромное спасибо, всегда с удовольствием, с большим удовольствием с вами работаю, надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Спасибо. Взаимно. Это была «Городская среда», с вами был Тимур Туманов, до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова